Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас, после моих вступительных слов, очень важных, будет видео, которое нужно посмотреть всем вам. Более того, его просто необходимо переслать всем людям, буквально всем, кого вы знаете, и попросить их о том же. Почему это для нас с вами, для всех нормальных, порядочных людей, просто жизненно необходимо, ну вы, наверное, поймете, просмотрев это самое главное в своей жизни видео. Самое главное, я это без преувеличения говорю. Конечно, для тех людей, для кого совесть самое главное в жизни. Так, о чем речь? Этому видеоинтервью 5 лет. На нем Петр Ильич Фролов, мой, кстати, однофамилец. Это бывший председатель бывшего уже теперь совхоза, который находился в Тарапецком районе Тверской области. Он граничит с Псковской областью, где вот я живу. Это, как вы понимаете, не Черноземье, но о чем говорит Петр Ильич? Сейчас поясню, в том числе и для тех, кто думает, смотреть длинное видео или нет. Вот послушайте и поймете, почему это надо посмотреть. Вот вы скажете, я знаю и так, что все разорили, в руинах все, село лежит и так далее. Это, конечно, вы знаете в общих чертах. Что-то вы знаете и конкретно. Но, уверяю вас, даже 1% самой важной информации вы не знаете. Почему? А вот вы посмотрите, ну, только до самого конца и поймете. А когда будете слушать, во-первых, вы поймете, что это за человек сразу. Ну, это только дегенерат не поймет. Ну, сразу поймете, что это за человек. Естественно, послушайте, что он говорит, какие факты приводит. Ну, вы легко это можете с жизнью вот сравнить. Так ли это? А это так. И давайте так. Сравните его, вот его как человека, как руководителя, того руководителя прошлого, с нынешними, ну, допустим, главами районов. Ну, совхозов-то уже нет. И знаете что? Если вы такого уровня человека, такого человека с большой буквы, сейчас знаете на руководящей должности какой-то, вот такого примерно, Если вы где-то видели такого руководителя, просто героя, сообщите мне об этом, напишите письмо. Я обязательно сделаю о нем видео. Вот один пример из того, что он говорит. С самого начала 90-х разрушили страну и начали буквально год-два разрушать все совхозы и колхозы. Как? Я вот, например, не знал, что именно так. Сидит глава района, вот он говорит, и прокурор. Вызывают директора совхоза его, показывают бумагу, ну, от Ельцина. Во все колхозы разосланы совхозы тогда такая бумага была, что в короткие сроки разрушить, ну, там другими словами, разумеется, развалить все совхозы и колхозы. Как? Причем там написано и более того, если председатель колхоза, совхоза захочет уволиться сразу, чтобы не участвовать в этом, как хотел сделать наш герой, то запретить увольнение руководителей совхозов и колхозов, ну, пока не разрушат самолично колхозы и совхозы, а если уволятся, не захотят в этом участвовать 4 года тюрьмы. Я вот реально говорю, он говорит, я такого не знал. Они подумали, как этому противостоять, и чтобы не посадили. Хотели выкупить сами, скинуться из фонда совхоза, были тогда еще деньги, можно было их вывести, распределить, ну, между пайщиками, членами совхоза-колхоза, но пришла вторая бумага запретить продавать сотрудникам совхозов-колхозов земли и предприятия по остаточным любым там по деньгам, вообще запретить. То есть было сделано все специально, чтобы разорили на 100% из 100. Запомните это на будущее, молодежь, вот как у вас украли вашу и родину, и будущие перспективы. Почему украли? Ну, допустим, вы сейчас более-менее живете, как-то что-то зарабатываете. А вы послушайте, как жили вот все, как могли жить, и вы. Ведь сейчас единицы, кто добился, так сказать, какого-то успеха, а на одну единицу тысячи нет, это невозможно в условиях капитализма, невозможно вообще. Не для того они делали контрреволюцию в 91 году, чтобы было светлое будущее у вас. Нет, конечно, не для этого. А потому, если вам дорога правда, наше великое и прошлое, вот эти великие люди, герои, которые все это с руин поднимали, строили, созидали не для себя, а для будущих поколений. Если вам дорога память наших предков и будущей страны, и своих детей, если вам оно не безразлично, смотрите это видео до конца, как урок, как то, что нам надо намотать на усы, что делать дальше. Пошлите эту ссылку всем своим близким с настойчивой рекомендацией посмотреть. Вот о чем еще кратко скажу, и перейдем к просмотру видео. В каждом колхозе-совхозе, говорит нам, было ну минимум 30-50, у него 50, трактористов. А кто это такие? Это не только труженики-пахари. Ведь это люди, если что, которые могут на танки пересесть. А сейчас их нет в таком количестве, если действительно что случится. Он очень глубокий, очень больные темы в этом видео поднимает. Это его крик души. Человек уже пожилой. В этом интервью, понимаете, ну поразительная информация и боли, и вот эти переживания того, что он-то знает, он понимает, что было и что мы потеряли, как все это происходило. И более того, что многие люди этого не понимают до сих пор, что же происходит сейчас. И это, дорогие друзья, забыть нельзя. Вот как нельзя 9 мая забывать о победе великой, да? Это то же самое. Но не только помнить надо и делать, но чтобы делать что-то, менять, надо это знать. Кстати, потом посмотрите еще мое видео, кто не видел, что можно сделать на земле за год. Но мое видео о моем хозяйстве. Ну как пример. Как ориентир на будущее, скажем так. Потому что это можно сделать индивидуально, у кого возможности есть. Ну имея только сотрудников, конечно, соратников. Или это можно сделать коллективно, артелью, кооперацией. Понимаете? Тоже возможно. Даже сейчас. Конечно, с усилиями большими. А как без того? Как эти люди поднимали страну? Очень, кстати, поучительная история. Вот он рассказывал о школе, которую захотел построить. И построили таки в селе. Но как, чего это стоило? И все-таки, как люди на руководящих тогда должностях, вот какими людьми были все-таки, понимаете? В основной своей массе. А сейчас идет уничтожение основ сельского хозяйства, по крайней мере, не черноземья. Вот в его реке рядом, ну которая в совхозе протекала и протекает, два слоя чернозема, ила в реке. Почему? А потому что все нарушили условия аграрного введения хозяйства, все в обороты и вообще, так сказать, всех правил нормы. Вот все смыло. Буквально вот в реке. Жили люди. Люди жили. Простые труженики. Как в раю жили. Все было. Целенаправленно уничтожили страну. А фермерство, это, конечно, глупость и ерунда, но поймете, почему даже здесь кто-то думает, что это вот какой-то путь, все это уже давно понятные глупости обмана. Единичные примеры, они только доказывают то, чем я говорю, и он говорит. Итак, видео, как планомерно, поэтапно, пошагово разрушали колхозы, как разграбили, растащили все, что оставалось, как все оставшиеся остатки проели, какая была дана установка, ну и какие люди были труженики тогда, какие условия для жизни людей создавали, они создавали, вот он на своем совхозе рассказывает, как что строили, как управляли хозяйством, какие были права местных советов, как все просто было документально оформить людям простым, как все быстро на раз оформляли, переоформляли, по-человечески. Кто хотел строиться, строились, давали все. Свой участковый даже был в совхозе у них, представляете? То есть причем это юридически было закреплено свой в совхозе. Как? Вот послушайте, лесники свои, все другие службы, дорожники, все свое, одна большая семья жили, не как враги сейчас, человек человеку волк, а товарищ и брат, родные люди все были между собой, по сути, духовно. Как обо всем по-человечески решали любые вопросы? Все взаимоотношения, он про все это рассказывает, сколько свадеб было, всем квартиры лично вручал, еще две лишних квартиры осталось, вы представляете? А установка правительства тогда, в СССР, какое было? Полное обеспечение молодых семей, подъемные давали, квартиры бесплатно, и денег давали еще, и не только, и новую технику, чтоб только оставайся, работай, трудись, все у тебя будет. Какие склады тогда построили? 5000 квадратных метров бетонных полов, все теперь в руинах лежит. Ну что ж, дорогие товарищи, слушайте и перешлите потом это видео всем остальным. А в завершении я еще пару слов скажу. Приятного, если можно так сказать, просмотра. У нас, в нашем бывшем совхозе, умерло 60 мужиков, не дожив до пенсии. В 81-й год был, 22 свадьбы было в совхозе. Я всем вручил ключи от квартир. Централизованно было предусмотрено уничтожение. Мы жили как в раю. Все это было построено, и на моих глазах это все рушится. Это самое страшное. И как можно сказать, что советская база была плохая? О каком семье они говорят? О чем они мечтают? О каком фермерстве? Какая душа? Мы страну превратили в бардак. Ведь миллиардеры, они не имеют национальности. Они не имеют родины. У них родина везде, где денег больше взять. Не будет никогда этой справедливости. При этом отношении власти к своим людям. Фролу Петр Ильич, пенсионер, 75 годков с хвостиком. Прибыл сюда 1 декабря 1969 года по окончанию Донского сельскохозяйственного института. И работал до середины апреля 1997 года. Все, что здесь вы видите, и того, что осталось, что они не разграбили еще, это все строилось при мне. Начинали с детского сада, потом дом культуры, столовая, котельная, потом школу среднюю и жилья строили, сколько могли. И государство строило, ну, совхоз. И люди, если хотели строиться, все было большое способственное, помощь им было, чтобы они строились. Все, что здесь есть, в том числе и асфальт на город, это все работа при мне была и нашего совхоза, наших людей. Ну, раз о дворах вначале, то дворов было на 1 января 1969 года. Здесь было 497 дворов. И очень важно, 496 коров. Только у одного человека корова не было. Но в то время было запрещено держать больше одной коровы. Поэтому было. Сколько дворов, столько и коров. Люди были труженики великие, уравновешенные, очень хорошие люди. Не было такого, что кто-то картошку не посадил, кто-то поросенка не держал, кто-то корову не держал, кто-то сено не накосил, кто-то не обработал картошку или там огород свой что-то. Это были величайшие труженики. Совхоз организовался, было три хозяйства. Совхоз был 7-й съезд советов, был колхоз имени Кудрявцева и колхоз был Знамя труда. Ну, в то время была такая политика, я, например, согласен с ней, направлено объединение в более крупное хозяйство. Когда совхоз, это деюре, государственное предприятие, если они вкладывали деньги в нас, то это не был долг. Вы поняли, да? Поэтому развитие хозяйств, что лучше? А цели, которые нам ставили, от Москвы до самых до края, были очень простые и понятные. Создавать условия для жизни людей хорошие, чтобы люди не убегали отсюда, чтобы люди жили и работали. К этим условиям я, например, себе поставил и согласовал с высшим начальством простые условия. Должен быть детский сад, должна быть средняя школа, должен быть дом культуры, столовая, все-все, что здесь надо, магазины, почта и сельский совет должен быть. В то время сельские советы обладали, имея два человека штатов, обладали очень большими правами. Хотя все эти права замыкали все равно от этого директора. Но права какие были, свадьбы делали тут, регистрация, детей регистрировали тоже здесь. Дальше все отношения, связанные с передачей имущества от родителей к детям, тоже здесь, то есть с нотариальными действиями обладал. Причем настолько было просто, по сравнению с этой путаниной, которая надумана сейчас нашими домцами и прочими ребятами. Вот я стал негожей, старый, я прихожу в сельский совет, я говорю, ребята, я не глава семьи, вот глава семьи мой будет сын Илья, записывайте. И они его записывают, и все. Никаких, ни денег никуда, ничего никуда. Он после этого налоги платит. Как это просто было. Приходит человек, ему надо строиться. Он приходит к директору совхоза и говорит, я хочу в этой деревне строиться вот там. Хорошо, стройся. Значит, ты с какой деревни переезжаешь? Вот стой, сколько у тебя земли там еще от колхоза досталось? Полгектара. Хорошо. Агронома зову его, Николай Федорович. Бери этого человека, отмерь ему там полгектара, где он хочет. Шагалкой. И забей колья. Все, это его земля. Он никуда ничего не платит. Я пишу приказ о том, что он перешел в эту беременность. Этот приказ, этот человек берет копию приказа и несет в сельский совет. И сельский совет его регистрирует с этой землей тут. Все. Ни денег никаких, ничего. А если, допустим, человек хотел строиться, в совхозе было 4300 гектар леса, который был в составе совхоза. Вообще вся территория, которая на карте была, она входила вся в состав совхоза. И земля, и вода, и леса, и все. И дороги, все. Даже дороги районного значения, они все равно входили в состав земель совхоза. И никто не имел права ничего не копнуть, не проложить в стол, этот самый кабель, стол поставить без разрешения на то администрации совхоза. Это было все тут наше. И люди настолько понимали, что это наше. Нигде чужой человек не мог ни спилить дерево, ни что-то еще другое сделать. Ни один чужой человек. Люди знали друг друга все. И помню случай такой. Звонят. Да, участковый уполномоченный у нас был свой. Я именно говорю, что свой. На полное основание, потому что штата не хватало. Их всего 42, что милиции было в районе. Сейчас, наверное, там за 200. И тогда начальник милиции говорит, хорошо, давай договор заключим. Что будет совхоз перечислять 600 рублей ежемесячно на содержание участкового. А сам подбирай себе специалисты, он будет тебе ходить на наряд, как агроном, инженер, зоотехник и милиционер этот будет. И будет следить за порядком. Но зарплат он получал все равно там. Из этих денег, в общем, в общей массе перечисляли. Поэтому я говорю, участковый свой. Звонок. Самые красивые березы, вот как раз этот бор, где был оставлен у меня, для отдыха людей. Машина, два человека пилит, грузит в машину дрова. Вот ему говорю, Алексей быстро туда. Машина ему была дана специально. Поехал, через полчаса приезжают грузовик, груженный дровами. И два человека, у которых он забрал документы. Что с ними делать? Ну и чего, машину дрова в школу, в интернат выгрузить пусть. Машину загоняй в гараж под замок. А их отпускай. Раз машина здесь, их начальник, меня же найдете, мы решим с тобой, что с ними делать. Вот и все. Понимаете, как было все просто? Дело в том, что все люди знают. Охотники у нас были, да охота общества. Значит, ни один чужой человек с ружьем сюда не мог зайти. Сразу определять и сразу найдут. Наши свои охотники. Понимаете? Вишняки у нас были. Ну все у нас было свое. Это семья большая. У нас было дальше. Вот сейчас жертв пойди сруби, чтобы загородить, огородиться. Такой штраф вот такой вынесут. Птичий суд. А тогда было просто. Бригадиры приходят, говорят, вот там тому надо изгородь поправить, тому еще, что тому еще. А где что? За вуличника. Я говорю, вот там вот зарастает у нас по маленькому ручейку. Вот то, что в Сельхозово угодье уходят, пусть рубят, только следи, чтобы там чисто было. Ну, чтобы мусор не оставляли. Пусть рубят и берут себе. Так же и дрова, так же все. Дрова даже была настолько просто. Место определили, где деревня заготовлить дрова. Люди готовят, привозят, колят, складывают. Потом лишник идет по дворам и смотрит. А тут вы себе 12 кубометров пишет, квитанцию выписываете, ему надо дать деньги. Вы поняли, да? А сейчас чужие едут, все режут. Лес вообще-то вырезали весь. У нас уже не осталось. А вот житель здешний не может ничего сделать. Если он пойдет срубить в паре с толщиной, могут так опороть его с ног до головы. По теперешним законам. Причем эти лишники, которые теперь тут же живут, те же самые, они вроде как озверели. Бытие определяет сознание. Нормальная эпоха была. Нам же говорили, что нужно ради человека, войне человека. Мы и делали. Почему? А вот почему. В 81-й год был, 22 свадьбы было в совхозе. Я всем вручил ключи на свадьбе. Всем от квартир. И еще две квартиры осталось. Ну что еще надо? Значит, женятся, пожалуйста, со школы выходят трактористы, шофера, получают здесь практику, уходят в армию, с армии возвращаются. Им давали подъемные. Они небольшие, около 500 рублей. Но на сегодняшний день не пересчитайте. Это 1150. Это подъемные мы давали им. И заодно женился. Вот те ключи от квартиры. Новую технику давали обязательно. Хозяйство убили наши законодатели, все, от Москвы до самых до края, на взлете. Нам единственное, чего не хватало, это чуть больше дали минеральных удобрений, больше ничего. Все было сделано. Земля до ума доведена почти вся. Склады, вот, можете пройти, посмотрите, заснять их. 5000 квадратных метров складов капитальных. И самое главное, полы. 10 сантиметров стяжка цементная и 20 сантиметров асфальта. И внизу подсыпка, чтобы было выше уровня земли, чтобы вода не попадала. Это вечные полы, 5000 квадратных метров. Там, может, лёгко хранить было, 5-7 тысяч тонн зерна. А нас разорили. И разорение это прошло по всей стране. Фермерство. Вот, раз вы сказали про фермерство, Когда нас разоряли, мы два года сопротивлялись, все руководители. Потом нас вызвал глава района, собрал руководителей, и прокурор сидит. Он ему, читай. Тот читает указ Ельцина. В какие сроки мы должны это всё сделать. А сроки уже поджали. Ну, видно, что разоряем всё. Значит, вопрос такой, я, значит, Александр, дай мне бумажку. Я сидел рядом с ним, ну, буквой Т этот самый. Зачем? И заявление напишу на увольнение, чтобы я не участвовал в этом разорении. Он прокурор говорит, читай дальше. Дальше. Запретить увольнение руководителей хозяйств. Запретить. В случае, если самовольно уходить, подлежит уголовной ответственности 4 года. Общего режима. Это точно? Нам зачитывал прокурор. Вот и всё. Значит, либо я его разоряю, так как они приказывают, либо я сижу. Но уйти сам я не мог. Это нам зачитывал прокурор. Видимо, документ нигде не опубликовывался. Это был, видимо, закрытый документ по главам областей и району спущен. И всё. Ну, и начали мы разорять. Но! У нас много умных было руководителей. Мы решили как? Так, хорошо, выкупаем, тогда мы эти деньги ещё были в хозяйстве, в хозяйстве ещё были в силах. Выкупаем, начали продавать магазины по торопцу. Выкупаем всю торговую сеть. Выкупаем мясокомбинат, мол, завод. Это всё было. И жить будем. Всё, да, сохранить всю систему. Приходим, нам голову зачитывали запретить продавать торговые точки сельскохозяйственным предприятиям или их объединениям. Запретить продавать мясокомбинаты и молзоводы. Всё. То есть централизованно было предусмотрено уничтожение. В итоге потом это всё ушло. Вот о фермерах. Я специально построил 8 ферм под 20 голов. Все разорились. По причине той, что люди не могут работать даже семьёй в одиночестве. Они привыкли уже к этому, к общественному, ко всему. Единственное, кто остался, Филиппову. Сейчас можете с ними поговорить. Вот там, в Самсонове. Причём, кто чего просил, то и мы строили. Вот тот же Филиппов, мне надо новый дом, во дворе хлев надо хороший, и хлев для скота, и сарай сеной, и такую-то технику. Мы выдали всё, и даже воду ему ввели двойную. Одна с общественной скважины, а вторую большой пруд выкопали, и оттуда с пруда тоже выдали. Мы хорошо, что выдали, потому что там, когда хозяйство рухнуло, насос сгорел, так его наибольше никому не надо. А это он качает. Это единственный, который выдержал. Что было хорошо? Совхоз был, это как подушка безопасности для людей. Первое. Мы выдали всем чековые книжки внутрихозяйственные. Если ему нужно деньги, он приходил, говорил, сколько ему отдавали, и отрывал корешок от чековой книжки своей. Если ему на запчасти, он приходил, забирал запчасти и заказывал, что ему надо. Опять по этому чеку. Денег ему, наличных не надо. Отчёты государственные, встречи с бухгалтерией совхоза. И доходы все свои он получал тоже в качестве совхоза. Потому что молоко шло через него в план совхоза, мясо в план совхоза. И фельдеры. То есть фермер был сэнов включен в систему, да? Он вписанный был в нашу систему. И вот этот Филиппов, он за полтора года рассчитался за всё. У него была ферма на 20 коров, сеной сарай для хранения сена. Причём ферма, молокопровод поставил. Ну, всё, что надо. И навоз для транспортера. Всё, что надо. И трактора были даны, и все косилки, и ворошилки, и тереги. Ну, всё, что надо, чтобы готовить и жить. И они за полтора года рассчитались совхозом. И стали собственниками. Цель такая была. Я уже на это пошёл по причине, что знаю, что всё равно это будет хуже. Но, по крайней мере, своё, всё, что есть, раздать своим людям. Он вспоминает те времена и говорит, мы жили как в раю. Денег у них было в волю. Струдились на себя. Ну, и совхоз получал продукцию. Нам важно было сдать столько тысяч, сколько-то сот тонн молока, столько-то сот тонн мяса и всё прочее. Это шло туда. Значит, сельское хозяйство было убыточным при любых властях. И при советской власти, и нас ещё попрекали в этом. Мы вам вот дотацию даём. Ну, совхозам дают, допустим, на приобретение техники 140 тысяч рублей. Ну, теперь это басоснованная цифра. И упрекали, вы дотационная. Ну, а когда мы, допустим, выращивали лён 100 тонн, пересчёте на волокно. Мы сдали на Пожинский, на завод, на Пожнянский. А нам дали 100 тысяч. То есть, 1 рубль за 1 килограмм волокна. Из этого волокна из килограмма можно было, но это не такая тут синтетика, можно было сшить вот такие 4 рубаши. А такие рубашки стоили 20 рублей. Это сколько? 80 рублей. Пусть 3. 60 рублей. А нам-то рубль дали. То есть, нам ничего не платили. Упрекали нас такие-сякие, мы вот вам всё даём. Я говорю, подождите, есть ещё одна интересная статья дохода. Мы возим 500 тонн картошки на Беженский этот спиртзавод. 500 тонн картошки, получается худо-худо, ну, 500 тонн спирта получается. То есть, 200 тонн из 500. Перевидя в бутылки, это 500 тысяч бутылок по десятке, сколько стоит? 5 миллионов. А вы мне дали 150 тысяч, и говорите, что я выточный. Вы-то этим спиртом торгуете, а производим-то мы его. Вот им две вещи только, говорю, больше ничего. Это достаточно, чтобы сельское хозяйство жило и процветало. Но этого не понимали большинство районных начальников, подавляющее большинство областных начальников. Нам, правда, повезло, когда я работал, пришёл к власти Ильянков такой, Александр Васильевич. Это умнейший человек. И вот, когда школу строили мы, я туда поехал просить школу, надо разрешение на строительство школы. Без разрешения ничего не построишь. Тем более, строить школу может только подрядная организация специализированная. Хоспособ запрещено, потому что там дети. Ну, с подрядчиком договорились, а вот с точки зрения получения справок с области, что разрешено, но никак. Вот с этим Александром Васильевичем я разговариваю, значит, у вас дети есть в Ильянковом? Есть. У меня и внуки есть. А в соседнем хозяйстве, в Скворцове, построили по госплану, среднюю школу. Она сейчас стоит большая там. Вот в Скворцово прекрасный интернат. Вы связите своих детей, да и всё, и ваших рабочих. И Александр Ильич, ну, вот давай так, представь себе другую картину. Возьми детей своих, свези их туда. Прекрасный интернат Скворцово. Зачем? У меня школа рядом. Я же областной начальник, школа рядом. Я говорю, ну, для интереса, возьми и свези их туда. И потом будешь чесать вот тут затылок или нет? Его кормить или не кормить? Поет, не поет, может, что-то убьёт, может, ещё что-то. Так учат, не так учат. Мы же гражаем для себя. Ну, да. А вы своими законами, вроде о нас ничего, вроде добро, нас всех, жителей, сила, лишаете родительских прав. Вы же заберёте его и заберёте. Дорог нет, и что нет? Когда мы приедем или не приедем, не знаем. Что с ребёнком, не знаем. То есть вы силой закона нас лишили. Он сидит, так, Академия наук, сельхознаук решила, что это правильно. Академия педагогическая наука решила, что это правильно. Академия общая, союзная, решила это правильно. Я говорю, так вы у тех академиков так же детей заберите, отправьте для внуков. И они поймут, что это неправильно. Надо всё сделать там, где живут люди, чтоб людям хорошо было. И у нас так и было сделано. В итоге, он отправил меня в облано, а там тоже был очень умный человек, троицкий, Иван Андреевич. Он долго мне говорит, нету, ну по плану, нет у вас школы, не надо она, только вот там-то. А тут, ну не надо. Я ему это всё опять объяснил, как тому объяснил, он вроде понял. Потом мне говорит, так, денег нет, подрядчика нет. Я ему объясняю. Иван Андреевич, деньги не надо, деньги у нас есть. А подрядчик, это не ваш вопрос. Почему? Потому что подрядчик есть, и у него рабочих не хватает. Я ему дам рабочих сколько надо, от него будет мастер, и будем строить. Опять упирается, вот что-то не так. Потом сидел, сидел, говорит, да, что ж я творю? Я говорю, не знаю. Я, говорит, работаю, с войны пришёл, и 20 с лишним лет работаю за облано, и впервые за все мои годы ко мне пришёл руководитель сельского хозяйства, пришёл просить бумажку разрешения на строительство школы, и больше ничего не просит, ни денег, ни подрядчика, ничего. И я сижу отказываю. Говорю, о, правильно вас мыслили, ну дайте хоть одного разрешения, вот разрешение школа пошла. То есть тогда были зацепки. Но главное было, что дать людям всё, что надо им для жизни. Мы дали. Причём оно уже разрушено, недостроено. Вот у нас производство на город ехать, там уже разрушили теперь. Там, значит, мастерские, склады, это большое хозяйство, пилорамный цех, столярный цех, всё в тот конец. Там почта, магазины. В другой конец большущая ферма, ещё там дальше свинарник ферма была. А вот на краю деревни школа, детский сад, дом культуры, столовая. Значит, с этого конца деревни с любого идут, ребёнка оставляют, идёт дальше. Хошь в школу учителям, хошь в магазин за покупками, хошь в мастерскую, хошь в гараж туда дальше, хошь на ферму. То есть мы сделали центр, не в центре деревни, а центр женедеятельности человек. С работы идёт, ребёнка забрал и пошёл. То есть вот всё было. И теперь всё это было построено, и на моих глазах это всё рушится. Это самое страшное. Больницу приезжали закрывать несколько раз. У нас больница была участковая, она к нам никакого отношения не имела юридического, но наши все там лежали. Нам невыгодно 98 тысяч платить вот где-то там, в районе будем. А совхоз имел право помогать, оказывать помощь в школе и больнице. То есть купить оборудование туда ещё. У нас оборудование на этой маленькой больнице было хорошее, что главный врач приезжал, хотел выбирать. Я говорю, не возьмёшь. Как? В моей больнице, твоя больница, у меня на складу значится это оборудование. И я подам заявление в милицию через своего участка что-то украл у меня. Он смотрит. То есть мы всё могли делать. Всё для людей делали. И как можно сказать, что советская власть была плохая. Единственное, что было непонятно, это что религию закопали, а всё остальное было очень правильно. Для людей было. Кстати сказать, у нас ежегодно постоянно значилось и училось в техникумах и институтах на самые разные профессии. 35-40 человек совхоз учил. И ещё самое главное, вот сейчас, если вот поинтересоваться семьями, которые остались, это вот такие, как мы, чуть помоложе, ну пенсионеры в основном, и копнуть их детей. Это результат работы ещё-то совхоза. Все дети, за небольшим исключением всех, имеют среднее, специальное или высшее образование. все, вот любую семью копни, то есть они готовились к тому, чтобы хорошими специалистами вступить здесь в жизнь и в работу. И это было зарублено самым великим предателем нашей истории человеческой Михаилом Мечиным и его с подвижниками. Фермы молочные разобраны все, за исключением одной большой фермы на 400 голов, которая вот тут недалеко за школой стоит. Но вокруг неё всё обобрали. Всё, что можно. И внутри всё обобрали. Стать стеной и опорой. Всё. Вот там телятник стоит. Не знаю, там обобрали вокруг неё всё или нет. Но идёт сейчас разволокывание. Меня поражает другое. Почему государство, сделав такую вещь, не нашло какую-то зацепку передачи этого имущества на баланс той же сельской администрации? Это десятки лет люди трудились, старались. Вот дорога на город, у нас на балансе стояла 438 тысяч. Вот до этого, как он называется, до селища. Это самхоз строил отсюда и туда. Ещё бы пару лет был бы асфальт до конца до города. И потом мы дорожникам передавали. Когда тут пошло, это всё. Вот дорога, да, остальное никому не надо. Вот детский сад уже вырезали, всё, уже крыша пошла, рушится. Для меня это, ну, как живьём закапывает. Я начинал это всё строить, и на мне это всё и кончается. Ну, посадить меня не посадить, я и так сижу, уже ходить не могу. Вообще не понимаю, откуда эти цифры, в моём понятии неверные, ложные, собрали 120 миллионов тонн зерна, к примеру. Как? 40 областей, я почти во всех у них был, или проезжал, или как, или когда-то, на практике где-то был, ещё где, не пашут, не сеют, а они все давали минимум миллион тонн зерна. Дальше я проехал вот отсюда и на родину себе, в центр Ростовской области 4 года назад. Я не видел ни одно клочка до самой Воронежа, не видел ни одно клочка опаханной земли, это было 20 мая, ни посевом, ни пахоты, ничего, ни скота, только разрушенные где-то фермы или ещё что-то, ничего не видел. Как можно без этих земель получить 120 миллионов тонн зерна? У меня специальность учёный-агроном. На родине там вроде какое-то фермерство есть, но взяли не все земли. Кинулись за выгодную продукцию в подсолнечник. Посеяли год, посеяли два, на третий год он весь лёг, потому что его можно сеять только через 9 лет на десятый год, ибо грибки, которые вот горькое семя, они в земле находятся, подсолнечник вырастает, зацветает, начинает созревать семя, и он подкашивает и падает на землю это всё, никто ничего не соберёт, а семя горькое. начали это сеять из года в год, загубили землю, потом перешли на лён, и лён, только может быть через 7 лет его можно оборот, семя полный, только 7 лет раз сеять на этой земле, тоже с одним пошло, потом и хлеб бросил расти, стараются быстро кое-как спахать, кое-как посеять, а чтобы получить урожай и продать его, и всё, начали пахать косогоры, я хотел в своей речке скупаться, брату говорю, я могу скупаться, он говорит, не, а чего, а там, говорит, вода вот так, а остальное там метра два, это чернозём, который смыт с полей, уже косогоры начали пахать, то есть идёт уничтожение всей основы сельского хозяйства, по сей день, и не могут разобраться неработники министерств, по простой причине, у нас очень красиво сделали в нашей системе вот этого хозяйственное и управление, раньше было, приходишь в управление какое-то, там написано главный зоотехник, это сидит главный зоотехник того учреждения, и у него там служба, главный ветврач, и всё тоже, главный инженер, и у него служба, то есть мне нужен какой-то трактор или комбайн, я иду к главному инженеру, выпускаешься, как его получить, и он контролирует, как мы правильно и неправильно эксплуатируем технику, а сейчас сделали, оттуда икнул кто-то из больших, не то Ельцин, не то кто-то при нём, везде должны быть специалисты, а то у нас развилось много неспециалистов, удалили всех специалистов настоящих, и теперь, допустим, в областное министерство сельского хозяйства, там осталось пять человек, которые имеют настоящий диплом работник сельского хозяйства, остальное что хочешь, но он значится в отделе, главный специалист, не пишет кто, у нас точно была главная агроном, так это агроном, идёшь, семена у него уяснить, какие лучшие сорта, какие что, где что взять, где купить, куда поехать, а тут сидит специалист, ну, по образованию лётчик, допустим, и таких уволил, то есть, и это же в Москве, кто поймёт, как надо делать, если специалисты уничтожили, дальше, у нас, что было, вот я беру свой совхоз, вообще все комхозы, совхозы района, в каждом, в среднем, в каждом хозяйстве было человек 50 трактористов, это для нашей советской армии было хош танкист, хош водитель бронемашины, хош водитель вот этих ракетных установок, что угодно, почему, потому что по окончании школы они получали права, здесь проходили практику, перед армией забирали в ДОСАВ и готовили столько, сколько надо было для нашего района или группы районов специалистов, тягочистов, ну, то есть ракета тягать, сколько надо было водителей бронемашин, сколько надо было водителей танков, сколько чего, то есть, в то время, вот, когда было нормально, наш район мог поставить, с нашего района можно спокойно было собрать две дивизии, боеспособных, почему, потому что хозяйство обязано, ну, допустим, сто человек надо мне отправлять в армию, я обязан их посадить на свой транспорт и поставить старшую, а старший шел, главный инженер, имеющий воинское звание старший лейтенант советской армии, потому что он отслужил три года и потом, в связи с тем, что он на эту должность, ему шли эти самые, и он, звание, и он проходил курсы повышения квалификации как офицер, и я также проходил, у меня тоже звание капитан, это была единая система жизнеобеспечения страны, и в таком плане, в продовольственном, и в плане армейском, защиты и прочего, мы готовы были на все, а сейчас попробуйте собрать в Торопинском районе хотя бы тысячу боеспособных, да не найдете, они сейчас во сне сидят там, наши правители, они во сне сидят, и считать, на щеде 40 миллионов, у нас тут, значит, человек 500, или 480, а найдете человек 200-300, а остальные где? На Самотлоре, на Дальнем Востоке, в Мурманске, еще где-то, где нашли работу, там работать, а то и за границей, но раз жилья нет, как такового, де-факто, его, там кричать, мы больше всех строим, ничего, не знаю, что они там строят, но людям жить негде, поэтому семей нет, семьи разваливаются, работы нет, люди едут куда угодно, и кричать, теперь мы все свободны, кто освободен, у кого миллиарды, да он, бедолага, не свободен, ему хуже, чем нам, мне один человек, который миллиардер, не миллиардер, но миллионер, он мне говорил так, бывший наш энергетик, он говорил так, ты знаешь, денег у меня много, я даже не могу точно сказать сколько, меня только одно волнует, я ведь не знаю, какой день, какой час, и как пуля зайдет, или в лоб в затылок выйдет, или в затылок в лоб выйдет, не знаю, а так у меня все есть, поняли, какому такая жизнь нужна, дальше, у нас по району, значит, сейчас вроде полторы тысячи безработных, а фактически порядка шести тысяч, почему, а с нашей деревни, съездить в город, с города туда-сюда, 200 с лишним рублей, два раза съездить, 500 с лишним рублей, а работы еще в нож нет, нету, поэтому 800 рублей ему назначается там, ну и что, он из-за 300 рублей будет туда-сюда, и доплюнул, они не ездят никуда, поэтому даже без работ, они не знают, что безработица, они, которые вверху сидят, они даже не знают, сколько на селе людей живет, де-факто, мало того, вот была, ну добровольная перепись на сельском хозяйстве, сколько земли, сколько чего, и там прочее, так они ее все в нож использовали, неправильно, вот передают люди, много постройки сделали, для того, чтобы выгодно продать, это сделал наш этот, ведьмедев, так он приехал бы сюда, посмотрел, вот на мой дом и эти постройки, я их тоже построил, когда остался без работы, я вот, в то время, еще можно было строить, вот построил, хлев, вот вот стоит, вот сюда, огромный, там, чтобы, четыре коровы нетили, десять бычков на откорме, и сеноматка стояла, не считая косо, овес и прочее, там, кровь, оно надо было, я выживал тогда, когда, значит, дети мои выучились, разъехались, у меня их не стало, оно мне не надо, и я ослаб, вот, неожий, это все в пустую стоит, у меня такой территории, чуть не шесть соток, вот они насчитали, ага, 46 соток, а 6 соток по застройке, это для того, чтобы выгоднее продать, я вам расскажу выгоду, такой дом, с такими подворьями, стоял бы в Московской области, это 10-12 миллионов рублей, такой дом, с таким подворьем, в Торопце, стоил бы 5-6 миллионов рублей, здесь мне дают 600 тысяч, это же бесплатно, или нет? Бесплатно, так они же должны, которые нами правят, в этом-то разбираться, и понимать, что они натворили, у нас сейчас нет прироста населения, да по простой причине, кто им дать ключи, когда они женились, и дети появились? Никто, а мы давали, это советский власть, и приветствовали, даже за это, что я вот это понастроил, мне даже медаль дали за подъем, не черноземная зона, а сейчас все разорили, все убили, с попутительства всех верхов наших, здесь осталось жилых, 60 боров, только надо иметь в виду, какие это дворы, вот мы с бабушкой, а там сосед один, а там женщина одна, вы поняли меня, да? Дворы-то есть, у людей-то нет, ну, если сотни у нас скребешь, то хорошо, а здесь было, когда все это работало и свело, здесь бегло по землю, больше двухсот детей, разного возраста, мало до велика, а теперь дети бывают, вот у меня внук был, уехал, он живет в Москве, дочка вышла замуж туда, там и померла, а так здесь детей нету, кончились они, о каком семье они говорят, о чем они мечтают, о каком фермерстве, какая дурь, дурь. Раньше, когда была простота жизни, простота жизни, я по-другому не понимаю, понравилась девчина, сходили посвацались, понравился я, она не отказала, стала женой, задача родителей, братьев, сестер, построить ему домишко, найти землю ему, пусть живете, плодиться, все, было просто, ясно и понятно. Сейчас этого нет, жить негде, никто не поможет, ничего нет, биология требует свое, и у нас теперь живут-живут молодые, потом сходятся, где-то как-то живут, незаконно, с точки зрения и биологии, с точки зрения чисто такого, морали, со всего, то есть мы страну превратили в бардак, не имеющие конца, почему? Потому что пожениться не могут, жить негде, детей плодить не могут, жить негде, да и работы нет, и все. А сейчас идет, мы там, на подъем мы идем, мы идем сейчас в яму, вот, есть кратер вулкана, мы шли в гору, когда-то при советской власти, когда вот эту власть сделали, эти отношения производственные, мы пошли в яму, в кратер вулкана, до конца мы еще не дошли, неизвестно, когда он взорвется, мы не дошли до него, а еще по кратерам надо пройти, если не взорвется, потом наверх вылезть надо, потом опять в яму спуститься, только потом по равнине пойдешь и будешь думать, как дальше жить. Еще одна статистика интересная, за период перестройки, за 20 лет, у нас, в нашем бывшем совхозе, умерло 60 мужиков, не дожив до пенсии, безысходность, безвыходность, это же по всей стране, это ж никто не говорит нигде, ну что наводилось? Вот сейчас мы сидим и думаем, вот этот дом, что с ним делать? Я уже и так думал, и так думал, я вижу, в москвичи едут сюда, покупают жилье, и вот к нам приходили, тоже торговались, ну такие лет по 45, наверное, под 50, сын женился, жить негде, а мы на пенсии, вон военная пенсия, у нее там где-то, у нее такая где-то, вот мы купим, будем тут жить, они пусть живут в нашей квартире, но еще одно поколение придется, что кому квартиру передать? Некому, и в Москве, и тут же все вымрет, мой дом будет стоять, остальные же они сгниют, большинство деревянных, а эти вот кирпичные дома, эти вот большие, 12-18 квартирные, их разберут на кирпичи и увезут, вообще сейчас не разобрали, просто причине, в одном доме один хозяин живет, а в другом 4, вместо 30 квартир, только 5 занято, поэтому лучшего я не вижу, просвета не вижу, и если они поумнеют, они хотя бы половину собственности, государственной, будут иметь в любом большом деле, чтобы совсем их не добили, ведь миллиардеры, они не имеют национальности, они не имеют родины, у них родина везде, где денег больше взять, если не дали таким ребятам, которые в свое время хапанули и уехали, и деньги у них не у нас в стране работают, не на чужих людей работают, их сюда так и не заманили, я согласен, что советская власть в отчасти различила людей работать, но я вам перед этим сказал, какие люди были работоспособные, вот я пришел сюда, поразился, я допустим, Донской казак, у нас там испокон веков очень работящие люди, там нельзя по-другому, по-другому не выживешь, там кроме работящих еще, шашка под боком и карабин на стене, с боезапасом, есть 6 детей мужского пола, значит 6 карабинов, 6 лошадей, если у нас хутор был, 200 дворов, кто к нам сунется, татарин, турок или что, могут сунуться, но получат же свое, если могло подняться тысяча человек вооруженных, а рядом станицы, и еще эти курганы, на которых костры жгут, как зажег костер, на этот костер уже пойдут со всех сторон, со всех хуторов, у станиц пойдут на этот костер, значит беда там раз, зажгли этот самый костер, и здесь люди были работящие, и какие они были, вам не обрисовать их, вы не поймете, безработица, безработица убила всякое желание трудиться, человек работает вот на селе, кто-то остался еще где-то, 3-5 этих фельдберов, не фельдберов, ну колхозишка, и у них сбивается 2-3 тысячи в месяц, и не всякий раз получит, а здесь человек бездельник, ничего не делает, в городе живет, ходит, получает сколько там, 4-800 у нас, а в Москве 8-7 тысяч, вот она где бездельница, раньше было, если человек сачкует, не работает, тюрьма год, я считаю, это было правильно, у нас один попробовал, может захватил, вот такой Саша, чилище был, вот он так, ну работает плохо, уволил его, ушел в выдры, там же так работал, его там уволили, приходит опять, говорю, Саша, ну давай возьму, будешь плохо работать, уволил, опять плохо работать, опять уволил его, ну я нигде не буду работать, ну не работает, не работает неделю, две, 10 дней, вот этот участковый наш, Леша Григорьев, идет, Саша, 10 дней прошло, ты нигде не работаешь, ну и что, имей в виду, вот еще 20 дней пройдет, те, что и у с наручниками, ну да, ну пошло 20 дней, с наручниками пришел, и вот он отсидел, исправно, поэтому советская власть не отучала, отучила теперешняя власть, вот этими подачками, да дали в работу людям, по той же Москве, улицы обустраивать, парки обустраивать, и платить эти деньги, не просто платить, а трудиться и платить, а это ж надо, надо же иметь в отделах не специалистов, в которых написано специалист главный, специалист под главный, специалист рядовой, а специалистов надо иметь, инженера строителя, инженера механика, архитектора, настоящего с высшим образованием и прочее, он тогда там будет, агроном озеленителя, и это должно быть написано, именно этот агроном, и имеет право там работать озеленителем, если он закончил Тимирятевку, только коллективное хозяйство. То, что было, которое не дали развиться, убили, по-другому нет. Почему? Я вам пример приведу. Вот есть Великие Луки, там то, что мы хотели и нам не дали, ну наизнанку пошло. Значит, крутые ребята вокруг мясокомбината молдовода объявили, то есть где-то имели деньги, они скупили часть земель, настроили ферму, получают мясо, молоко, перерабатывают, мясо, молоко настоящее идет в Европу, оттуда набирают этой грязи, и делают там колбасу и молоко тут. И пишут, молочный завод, Великовух, пишут, это хорошее все. Пример дальше. Начали строить фермы, эти, свинофермы, они же. И построили такие фермы, миллионы мегалов, а там есть интересный вопрос. Они вкакивают все эти порчатки. И они поля все загадили, залили, бросаясь, пошли в Кунинский район. Тут купили и тут заливают этой грязью. Там ведь здесь люди, которые, коллектив, которые что-то подсказывают, что-то требуют, как-то настраивают, а там хозяин один. И он будет любые гадости делать, только чтобы прибыль была. А фермер не выживет по простой причине. Первое. Запретили держать свиней в личном хозяйстве. Я пережил здесь ящер. Знаете, что такое? Это очень тяжелое заболевание животных. И очень редко болеют люди. Но если человек заболел, его ничем не вылечишь, это калека на всю жизнь, на до самой смерти. Так при советской власти это лечили быстро. Так, директор совхоза, вся полнота власти, он же директор, он же судья, он же милиционер, он же все, он все. Полностью. Он же банкир, и он и все. Дали милиции сколько надо. Каждый сидел в районе первый заместитель, начальник областного управления университетов, и звонил мне, Петр Ильич, нужны войска, отцепим весь совхоз с войсками. Вот, будут солдаты себе смотрели, не надо. Оранизовали так, что не надо, не потребовалось. Все сделано было, все как надо. Денежное обращение. Все, что здесь обращается, с магазинов сдуть на почту, с почты сдают в кассу совхоза. Совхоз выдает зарплату, вы поняли, да? Если мало денег, звоню, мало денег, надо, допустим, 10 тысяч, но это 10 тысяч советских, два нуля добавьте, и на три умножьте, это миллионы. На КПП привозят пачки денег сюда, расписались, кассир наш получил, и раздает рабочим. А потом разбирали, что куда делать. И все ликвидировали. Сейчас запретили свиней держать, люди все равно держат подпольное. А эти как бегали, как их называют, свиньи дохлые, так они бегают там по этому. Потому что с ружьем охотник не пойдет. Раньше, если надо, ветеринар говорит, так, ребята, сверху ветеринар приказал главного рождества хоза. Вот там у нас есть этот самый, так, делаем облаву, делайте облаву. И вот, определяется, видно, что он такой. Так, убили, проверили ветеринар, составили акты, выкопали яму, туда кинули, соляркой облили, сажали, закопали, акт составили, все. Сейчас кто будет делать? Да некому. Поколение дать не могу наказ, потому что я не могу переломить ту систему строя, которая делает поколение такими или такими. Само поколение себя не делает. Оно может делать себя только тогда, когда у них в руках будет оружие. Свергнуть вверх и по-своему. А поскольку у нас умеют держать людей в спокойном состоянии, только вверх, если и поймет, что он делает так или не так, и изменит свою политику, только тогда сменится все. И страна будет могучая, мощная, все будет. Меня удивляет, как это так? Простейшие пилюльки не сделать у нас. Лекарства. Как это так? Закупают везде. И вот одно, инвестиции, 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 инвестиции. Почему у нас при этой власти вот в Зарежке Лешка у своего дядьки родного, у Горбатого большой чугун взял, сдал в бутиль, а тот написал заявление с дура, в милицию украл. Тот приехал, да, ну взял у дядьки, ну что, ну пропил. Четыре года сидел. Почему, которые миллиарды разворовали, и все это ясно и доказано, сидят под домашним арестом, пока сидят, пока разъедательство идет. Они уже половина служили, потом два года в хорошей тюрьме отсидеть. Все. Что это такое? Не будет никогда этой справедливости. При этом отношении власти к своим людям. Тем более враги России, которых цель-то одна русский народ, не шлешь, он неудобный на жизни вообще-то на земном шарике. Сопротивляются все время. Поэтому они и крошат нашу страну, они крошат потихонечку ее. Вот эта вся Прибалтика, она веками, еще в первом тысячелетии это она была как бы под Россией, все время была она. Ну, уже отняли на совсем. Украина! Это ж не Украина, это Россия. Вот то, что здесь, это оттуда ж пошло, с Украины, с теперешней. Это ж была Россия. По-живому разделили. Причем сделали так, что мы теперь враги номер один для Украины, для каждого жителя Украины. Грузия, если бы грузинский царь в свое время не попросил у нашего царя вести войска, как таковой и не было бы. Было бы только в истории де-факто, что были такие грузины, и все. Были бы вырезаны. В Грузии, если человек заговорит на русском языке, это называется измена Родины и тюрьма. Видите, как хорошо все сделано? А мы стесняемся много. Поэтому при этой системе жизни, при этой системе государственной власти и всей экономической системе лучшего не будет никогда. Вот был у меня внук. Он говорит, дед, ты отсталый. Я говорю, чего я отсталый? А видишь, я вот в интернете разбираюсь, ты не разбираешься. Видишь, я вот в этом телефоне разбираюсь, ты не разбираешься. Я говорю, внучек, а ему же 14 лет. И отец его такой же, так же напирается. Я говорю, давайте я ему так. Вы мне расскажите суть, как эта штука работает. Ну как, вот тут нажмешь эту кнопку, то выходит. Да нет, вы научились, как кнопки. Суть. Расскажите, как это вы? Смотрите в него и видите за 500 километров за тысячу меня и разговариваете со мной. Как это вот? Расскажите мне. Ну как, а что вам рассказывать? То есть, людей полностью отупили. А нам, вот я в 58-м году поступил в техникум, и я никогда не забуду этот преподаватель. Егоревич такой еврейчик был, очень хороший, законил, еще в этот, Ленинградский были такие приборы, 5-скру-190, потом это 5-скру-50. Это приемные устройства, магнитофоны, МАХ-8 промышленные были, они туда шли к нам. Все записи делали, все по деревне, развесить все эти по домам тарелочки и вести эти все дела. И мы делали все, паяли, делали все вручную, объясняли нам, что такое диод, что такое триод, что такое тетроид, что такое пинтот. И потом сказали, что это в то время уже было, что по телефону говоришь с Владивостоком и видишь, но просто в то время посчитали, что это нет смысла делать затраты на эти вещи. А сейчас правительство само идет на это. Почему? Кому-то очень выгодно одурачивать людей. Когда я ему говорю перемножь это на это, он не может перемножить, он везет в этот калькулятор, а я пересчитываю. Наша система обучения тогда была рассчитана на работу мозга, а сейчас система обученная рассчитана на применение вот этих самых средств. А нам говорили, что эти средства нужны для чего? Для того, чтобы улучшить работу и мозга, и все прочее. А сейчас идет утупление, одурение. Эти дети, которые сейчас в школу ходят, вот сейчас в школу ходят, ты уже ушел в поколение, новое, и когда им говорят, что посылали учиться в хозяйство на любую специальность, причем законы такие были, что принимали. Вот мединститут посылаешь, все равно принимают, лишь бы положительно сдал, и стипендию платили, и он должен возвратиться сюда же был, там в техникум посылаешь, то же самое, куда угодно. То есть, и если он приехал женился, то ключи даем от квартиры. Они не верят. Как? Как это может быть? А ведь это от Москвы нам говорили до самых-то окраин, и мы это исполняли. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ради человека. Единственное, что было, что худо, я, например, считаю, что про Бога забыли, на себя надеялись, вот это получилось у нас. Пришли к власти, не то, которые стали вроде в церкви помогать, а фактически великие безвожники, великие безвожники, великие безвожники. Ребята, что хотите делать, я знаю, что я в тюрьму не попаду, я тут, недолго. Утро красит нежным светом, стены древние, стены древние отремлят, просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок, холосток бежит, заборок, шум на улицах сильней, с добрым утром, милый город, сердце родины моей. Текучая, могучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Разгорелся день веселый, море, мурицы шумят, из открытых окон школы слышны клики октября. Май течет рекой нарядной, по широкой мостовой льется песни необъятной над красавицей Москвой. Текучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. День уходит, и проклада освежает и погрит. Отдохнувши от парада, город праздничный ходит. Вот когда встречаться парам, говорливо и жива, по садам и по бульварам растекается Москва. Текучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Встала ночь на день похожей, море света над тобой. Эй, товарищ, эй, прохожий, с нами вместе песню пой. Погляди, поют и пляжет, вся советская страна, нет тебя светлее краше, наше красное место. Текучая, текучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Голубой раз свет светится, в тишину москрылики, и поют ночные птицы паровозные гудки. Пьют часы кремлевской башни, растут звезды, тает день, до свидания день вчерашний, здравствуй, новый светлый день. Текучая, могучая, нигде непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Музыка 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 Текучая, могучая, теперь непобедимая, страна моя, нашла моя, ты самая любимая. Музыка 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 О чем-то не буду, посмотрите все, уверяю вас, это не менее важно. Да, Петр Ильич, очень много тем важных поднял, и леса сейчас вырублены. Бесхозяйственность полная, посадят за любое дерево, сейчас спили попробуй, лесники, говорит, просто озверели, ну, везде по-разному, наверное, так сказать, но система поймите. Тут ведь дело не в том, что, например, вот напишите, а у нас не так, поймите, что у кого-то всегда исключение есть, но система, вот беда-то в чем. Молодые, вы поняли, как вы могли бы жить, понимаете, что потеряли вообще. Кто на селе сейчас остался вокруг себя, посмотрите, вы понимаете? Да, конечно, есть тенденция, другая положительная, как бы, это эко-поселение, да, родовые поместья вот эти создаются, таких много сейчас, сотни таких поселений, но все-таки это не решает вопросы, понимаете, вот этой кооперации колхозов, понимаете, настоящих производств, мощных индустрий, инфраструктуры, управления, так сказать, это не решает. Это, по сути, люди сейчас от этой жизни, которая им не нравится, уходят, что называется, создают свою, ну, какую, опять-таки частные хозяйства малые. Я тоже, кстати, создал одно эко-поселение в Ржевском районе Тверской области в свое время, но сейчас вот создаю, ну, это не совсем, ну, можно сказать, поселение Псковской области в Пушкинских горах. Надеюсь, что это хозяйство будет мое в будущем, перерастет в колхоз или совхоз, я в этом не сомневаюсь. Об этом у меня два видео есть, два. Одно вот больше просмотров набрало, два года назад, по-моему, с половиной было снято, одно где-то полтора года назад, чуть менее, ну, год. Это два видео о моем хозяйстве посмотрите, рекомендую. Вообще про эко-поселение, про эти важные темы я буду говорить на моем втором канале «Жизнь на земле», я его более года не вел, начну скоро. Имейте в виду, ссылку оставлю, ну, в любом случае, да, под этим видео. Кстати, YouTube до конца года у нас в стране заблокируют, возможностей обойти, как это сейчас с Инстаграмом там и Фейсбуком не будет, это я вас заверяю в этом, я знаю из надежных источников, не только из открытых, это будет. Потому сейчас, чтобы связь со мной не прервать, подпишитесь на мой канал в Рутубе, пока, конечно, он так не развивается активно, но будет потом развиваться активно, когда не будет YouTube в открытом доступе, ну, для тех, кто живет в России. Кто меня смотрит, мои видео в YouTube из других стран, естественно, YouTube будет доступен, видео будем как-то туда публиковать, это мы там решим вопрос. И не забудьте подписаться тогда на мой дублирующий YouTube канал Telegram нынешний. Еще совет дам, изучите план, так называемый план Сталина по развитию страны, вот по высадке леса полос, по созданию поселков городского типа на селе, план, который хручев враг народа запретил, разрушили начинание, по преобразованию природы мощнейший план, который, к сожалению, не закончили в связи с тем, что Сталина убили, да, но то, что он был умер, это я надеюсь, многие знают, что его, разумеется, убили, как, это все известно сейчас. Посмотрите мое видео «Лес и почва». Что еще хочу сказать, вот есть особенно айтишники такие, любители Европы, США, многие поезжали из России, Белоруссии, да, бросив даже свои дома, там построили, деньги есть у них, зарабатывают они, неплохо, ну дистанционно, конечно, да, в основном, и они спокойно уехали, многие, не все. Что я скажу таким людям, это предатели. Интересно, ваши деды бы уехали, или страну бы свою поднимали, это же предатели, которые всех предков своих просто кинули, бросили, помочились на могилы, вот кто это такие, это не люди. Вы хоть задумайтесь, вот, без обид идиотских, или да, вы действительно такие, скажете себе, да, такие беспринципные сволочи, или, может быть, стыдно станет, и вы приедете, а не там, где легче вам, и лучше, и удобнее, комфортнее, а где больше трудиться надо, и что-то делать, помимо вашей работы. Вот я всю работу посвятительскую и прочее, что я делаю, и много времени на это трачу, это моя там, ну, малая часть жизни, малая, потому что я занимаюсь реальным сектором экономики, и сельским хозяйством, и много чем еще, и я не блогер в этой связи никакой, а, так сказать, мои вот эти, в этой сфере, так сказать, и просвещение ютуба, и так далее, это всего лишь доп, работа, скажем так. Ну что ж, важные ссылки вы под видео увидите, смотрите их, рекомендую, и жду ваши комментарии. Всего хорошего.